Интернет-сообщество пристально следит за ходом Чебоксарского международного кинофестиваля. Посты о событии появляются в ленте несколько раз за день. Но это далеко не единственная тема, волнующая блогеров. Что обсуждали на форумах на этой неделе, расскажет Анастасия Алексеева. Теплое время года, пора отпусков. Большинство жителей Чувашии планируют отдохнуть за границей. Самые востребованные курорты среди участников опроса – это побережья Черного, Красного и Средиземного морей. Российские пляжи оказались вторыми по популярности. А одна пятая часть опрошенных признается, что отпуска им в этом году не видать. Летом отпуск не беру, не представляю, куда можно поехать летом. Где-то жара, где-то ураганы, где-то сезон дождей. Где-то мне просто неинтересно. Так что летом работать. В деревне, конечно. Какой дурак придумал летом ездить на море, если в России жара? Нарочно поеду не в Европу, а в Крым. Не буду кормить этих бородатых. А пока форумы, наполненные легкими темами, в живом журнале блогеры задумываются о своем предназначении. Карен Шахназаров на пресс-конференции, посвященной 7-му Чебоксарскому международному кинофестивалю, заявил – за блогерами будущее. Сегодня блогосфера – это сообщество свободных мнений. Такая позиция чебоксарских блогеров, несомненно, порадовала. С воздействием интернета на общественную жизнь связывают будущее и гражданского общества. Как бы государство не собиралось контролировать интернет, не стоит забывать о правах и свободах граждан. В продолжении темы контроля за интернетом. Федеральное правительство задумалось о введении должности уполномоченного по делам интернета. После принятия закона о блогерах эта инициатива вполне оправдана. Станет ли омбудсмен надеждой сообщества или лишь номинальной должностью – вопрос открытый. Пока данная должность выглядит улыбательно. Это как с правами человека. Уполномоченный есть уже 20 с лишним лет, а прав у граждан меньше с каждым годом. Здесь хотя бы рейтинг свободы слова. Уверенное движение на дно.